Привет и атрибуарно. На одном из моих последних стримов мой подписчик Кондор через донатик, за что ему огромное спасибо. Представьте меня посмотреть ролик у Геймертека, который называется «Что будет, если спасти Доминика в GTA 5?» Какого говорит Доминика? Торетто, что ли? Слушай, там реально как будто Доминик Торетто летит. Короче, ролик давайте глянем, думаю, будет что-то интересненькое. ПЫВСЕ! Всем привет! Вы на канале Геймертека, и это новый выпуск «Что будет, если в GTA 5?». По многочисленным просьбам моих зрителей, сегодня я буду проводить различные эксперименты над катсценами. В этом мне, как всегда, поможет редактор объектов. Проверим игру на прочность. Не будем тянуть, пожалуй, начнем. Геймер Кэш, начни с делом. Спаси в описании. В комментариях вы просили меня попробовать спасти Доминика в миссии «Необдуманный риск», где он прыгает с дамбы. Попробуем поставить на его пути предмет и посмотрим, что произойдет. В качестве таких предметов я выбрал кровать. Это пошире сделаю только. Почему именно кровать? Ну, во-первых, она мягкая. Ладно, шучу. Это не настолько крутая, чтобы распознавать степень твердости поверхностей. Просто кровать в списке объектов попалась мне под руку раньше всех. Не будем мелочить. Что-то как-то неровно. Все, наспауним много кроватей сразу, чтоб наверняка. Ну, а теперь давайте смотреть, что произойдет. Ну-ка. Ничего я не задумал, просто летаю. Да ладно, безопасно, дурачок, что ли, совсем? В смысле? Пипец, он дурак, что ли? Ммм. Так. Он что, реально не это, не сам выпилиться, решила просто прыгнуть? Зачем? Насквозь. Да, насквозь. Ой, дурилка. Безопасно, говоришь? Там лужа, а не река. Да даже если река была бы, а с такой высоты ты разобьешься человек. С них как ни в чем не бывало. Если честно, я ожидал такой результат, но проверить все равно было интересно. То же самое я провернул в миссии «Судный час», и там увидел точно такой же результат. Кстати, во время титров я включил ноу-клип и полетел на место падения Майкла. А он стоит просто. Он, на удивление, там стоял в полном здравии. Это что, Майкл должен умереть? Я не помню, только не знаю. Ну, хотя не совсем в здравии, видок у него, скажем, немного потрепанный. Попитый немножко, да. А вдруг это ключ? Майкл превратился в зомби, и теперь расскажет нам разгадку тайны горы Чилиад, если прийти на это место в полночь после дождичка в четверг. Было бы забавно. Надеюсь, мои зрители не верят в подобные теории. Значит, на катсцены мы повлиять не можем. Теперь давайте будем различными способами мешать нормально функционировать игровым скриптам. Начнем с миссии «Франклин и Ламар». Первым делом, давайте попробуем загородить выезд вот такими вот каменными заграждениями. Я поставил их прямо перед машинами и немного дальше, чтобы посмотреть на все это с катсценой и без нее. В итоге, во время катсцены машина просто выезжала сквозь заграждения. Ну, как обычно. А вне катсцены машина Ламара уже натыкалась на эти объекты. Но все равно сквозь. Но все равно пробивалась сквозь них. Кстати, у меня на канале есть целый выпуск «Что будет, если...» Блин, ну это обидно на самом деле. Посвященный остановке уже враждебных NPC. Ссылка есть в подсказках. А врожденных получалось останавливать, да? «Остановить Ламара не получилось. А что, если мы тем же редактором объектов удалим одну из машин и посмотрим на действия Ламара?» «В этот раз наши действия повлияли на ход миссии. Ламар встал как вкопанный...» «Чувак, а куда я садиться-то буду? Тачки-то нет!» «И ничего не делал». «Ну еще бы». «Следующая на...» «Было бы странно, если бы он поехал по на воздуху». «По воздуху». «Сегодня миссия затруднения. Франклину нужно проникнуть в дом Майкла, чтобы украсть автомобиль». «Кстати, примечательный факт. Если с помощью ноуклипа сразу залететь в гараж, то, во-первых, там не будет Майкла на заднем сидении. А во-вторых, при попытке сесть в машину, нас ждет провал миссии». «И как я его потревожил?» «Подъехав в автосалон, Майкл говорит нам врезаться в окно и заехать внутрь. Поставив ограждение перед входом, мы просто будем врезаться в него». «Ну потому что это ты играешь, а не...» «И в какой-то момент просто сломаем машину и получим провал миссии. А вот если поставить ограждение немножко за стеклом, то выйдет немного интереснее». «Влетел». «То есть сначала машина отскочила от стены». «А потом каким-то образом влетела, типа». «А потом заспаунилась внутри и запустилась коц...» «Ха-ха, там Майкл видно». «Кстати, если ноуклипом залететь с другой стороны в автосалон, то все равно запустится видео, как будто мы врезались в окно». «Далее на очереди миссия «Папеньки на дочка». Майкл и Джимми отправляются на пляж, чтобы покататься на велосипедах. Если убрать...» «Велосипедов нет, они не смогут покататься». «Все велосипеды редактором объектов, то произойдет то же самое, что и с Ламаром. Миссия не будет идти дальше, и Джимми просто будет стоять». «Ну а еще, а каким образом...» «Стоять или сидеть». «Теперь я решил зайти еще дальше, и уже удалил Джимми. Однако его исчезновение никак не повлияло на ход миссии, и можно было проходить ее, как ни в чем не бывало». «Как будто ты с ним разговариваешь или просто без него катаешься?» «Стати, проходя эту миссию, я случайно наткнулся на пасхалку. Убив парня, дающего велосипеды в аренду, на его футболке я разглядел Джона Марстона, главного героя...» «О, интересно, на самом деле. Так, эта пасхалка, наверное, давно уже была. Ну, типа, не обязательно же она появляется только тогда, когда ты его завалил». «Поя игры Red Dead Redemption. Вот такая вот крутая отсылка. До этого я ее нигде не видел и не замечал. Напишите мне в комментарии, знали ли вы об этой пасхалке что-нибудь до этого». «После разговора с Джимми я поплыл на яхту к Трэйси. Тут я попробовал убрать гидроциклы, на которых мы впоследствии должны будем уезжать». «Ну, сто процентов не уедете, значит...» «Гидроцикл Майкла исчез без проблем, а гидроциклы бандитов, которые будут за нами гнаться, почему-то не исчезли». «Это очень странно, на самом деле». «Ну, я быстро решил эту проблему, утопив их в воде». «Однако, после завершения катсцены гидроциклы снова появились, и мы начали удирать от них». «Кстати, я хочу показать вам, что будет, если быстро убить этих бандитов до въезда в канал». «ПК геймеров, думаю, это не удивит. Там легко стрелять, и, в принципе, многие, наверное, смогли убить этих бандитов. Ну, а вот на консоли я, например, в свое время не смог этого сделать, и мне пришлось ехать от них по всему маршруту». «Почему я, собственно, об этом всем говорю? Дело в том, что при быстром убийстве бандитов нам не надо будет ехать в канал, а Трэйси и Майкл выдадут особый диалог, отличный от того, который будет, если не убивать бандитов». «А что надо было еще сделать, если не хотели нас завалить?» «Случайся за самозащитой!» «Неплохо звучит!» «Ах-ха-ха-ха-ха!» хорош какое доверие нафиг чтоли все это вдруг и чё поэтому надо с парусиками общаться полгода назад я снимал видео про эксперименты с миссией по убийству мая охренеть это был мой первый миллионник на канале в комментариях вы просили сделать что-то подобное с миссией по убийству тревора в этой миссии не так много почвы экспериментов но все равно я подобрал для вас несколько интересных вещей провалился останавливать его машину даже не буду пробовать доходе пробовал такой получается нервно курит в сторонке начнем с самого известного эксперимента не будем стрелять в лежащего в луже бензина тревора не хочу сам звалит пипец зачем они блин жесть надо за пройти игру чтобы понять вообще почему они все делали страшно вроде друзьями же были только не спойлерите типа я знаю уже что там случится но я не знаю почему это интереснее майкл сделал все за нас не тревор погиб теперь давайте попробуем что-нибудь противоестественное например убьем майкла играя за франклина нельзя поворачивать камеру поэтому с помощью трейнера почему нельзя поворачивать к переключимся на тревора и отомстим предателю в итоге нас поджидал провал задание с надписью что майкл погиб даже без сомнений потом я решил попробовать редактором объектов переместить тревора подальше от бензина но почему-то ни его ни майкла редактор не распознает как динамичные объекты и я не могу их передвинуть хотя их можно убить оружием как и обычных npc напоследок я решил попробовать убить тревора тем же самым тревором сделать это было непросто сначала я поменял скин потом быстро через редактор объектов выдал ему пистолет ибо в этой миссии не открывается селектор оружия ну а потом выстрелил все такое селектор уже тревор убивает тревора довольно забавное зрелище а вот как выглядит место действия во время титров тревора в этот раз не было а цистерну вижу на весь район разнесло на этом наши эксперименты подошли к концу а теперь я хочу обратиться к вам мои зрители недавно я снял на канал видео под названием 5 скрытых сюжетных деталей в gta 5 оно вышло реально годным но ребята из youtube посчитали его неприемлемым для детей и выдали ролику возрастное ограничение же за они сейчас так делают я пытался обжаловать это но блин то сколько лет ролику 6 лет в итоге получил отказ если кто не в курсе возрастное ограничение не дает ролику попадать да в принципе как и просто ролики желтым и посмотреть его можно только зайдя на мой канал и открыв этот самый ролик поэтому реально советую вам посмотреть этот видос он фига себе два три миллиона очень крутой и интересный видос интересно получилось почти большой геймер тэку огромное спасибо кондору если вам понравилась реакция лайк подписка комментарии и забывайте прожимать бубенчики интересующие ссылочки в описании спасибо за просмотр всем пока спасибо за просмотр всем пока Продолжение следует...